У наших студентов после 11 класса, которые приехали в Великобританию по спонсорской программе, возникли некоторые сложности. Потому что для украинцев это логично, что после школы ты сразу поступаешь в университет. Но британская образовательная система такова, что нашим студентам не хватает одного всего лишь гола для того, чтобы начать учиться в университете. В Британии в школе учатся 13 лет, а в университете на бакалавриате 3. Да, есть решение, какое? Опять идти в школу для того, чтобы закончить 12-13 класс. Это кажется логичным, но и здесь опять подвох, потому что в Великобритании 12-13 класс это такая неразрывная двугодичная программа. Их даже 2, даже 3, которые предлагают студентам Великобритании. Она называется Sexform. И чтобы туда поступить, чтобы туда перейти даже британским студентам, и нашим в том числе, тебе нужно обязательно закончить и предоставить оценки по программе 10-11 класса GCSE. Понятно, что у наших студентов из Украины они не заканчивали такую программу, у них нет этих оценок. Я уже даже не говорю про то, что уровень английского должен быть высоким. Поэтому, когда наши студенты обращаются в государственные школы Великобритании для того, чтобы начать учиться в 12-м классе, им отказывают. Тогда опять же есть выход, и мы советуем студентам идти и поступать в колледж. И тут я поняла, что здесь возникло такое недоразумение, потому что, как оказалось, в Великобритании есть несколько, два вида колледжей. Я, если честно, тоже об этом не знала вот до этого момента. Так вот эти школы, где Sexform, они называются колледжи. Как это не кажется странным? То есть часть школы, два последних года в Великобритании все называют колледжами. И так как я все время имела дело только с частными бординговыми школами, то я тоже назвала 12-13 класс колледжем. Но туда наши студенты поступить не могут по причине, которую я объяснила раньше, потому что это как бы часть школы, ну что, что она называется колледжи. И тут я обнаружила, что в Великобритании есть другие колледжи, куда студенты наши могут поступить. Это не является частью школы. Это колледжи, которые более привычны для нашего понимания, где студенты могут получить какую-то специальность. И они отдельно от школы. Почему я об этом раньше не знала? Потому что вот в этих профессиональных колледжах, назовем это так, могут учиться только британцы. Международные студенты туда попасть не могли. Но теперь наши украинские студенты сравнялись со студентами из Великобритании. Они могут свободно идти и поступать в такой же колледж, выбирать себе программу. Я была на встрече одного из таких колледжей в своем городке. И мне сказали, что там могут учиться абсолютно все дети бесплатно до 19 лет. Понятно, что там есть программы, которые самые популярные, не платные. Но большинство программ бесплатных. Поэтому, если вы в 11 классе и только приехали в Великобританию, не знаете, что вам делать, куда вам обращаться, вот нужно искать такой колледж. Так и пишите колледж и свой посткод. И смотрите, какие колледжи есть. Только если там написано колледж с X-формой, от какой-то школы, то вряд ли вас туда примут. Вы можете попробовать подать заявление на самом деле. Но мне почему-то кажется, что, наверное, откажут. Вам нужно искать вот такой профессиональный колледж где-то недалеко от себя и начинать учиться.